вот мы к сяоми приехал ребят мой робот дома честно говоря не думаю что он такой тяжелый друзья всем привет из волжска добро пожаловать ко мне на канал с вами ольга запыхалась ползла к себе на пятый этаж как было дело мне позвонили из доставки dns за которую я должна 300 рублей сказали что подъедут в течение получаса вы дома я грыда я дома потом я вспомнила что мне надо вазон я заказала кондиционер для белья у меня заканчивается кондиционер для стирки короче я ему перезвонила говорю молодой человек мне надо в магазин все равно давайте я спущусь и на лавочке мне его дадите я во первых не думала что такая коробка огроменная во-вторых я не думала что он такой тяжелый забрала в озоне кондиционер и подъехала эта машина к чижику на меня так показывает пальцем типовые игры я вышел я расписала и заплатила точнее заплатила расписалась он мне дал чек сказал товарный чек еще пришлет я подняла коробку глаза такие сделала квадратные он понял говорит давайте помогу я говорю давайте садитесь мы типа вместе доедем ягода куда доедем вот мой дом ну короче он пошел пешком он поднялся ко мне на этаж поставил у двери и спустился все мы с ним распрощались и он убежал к машине к своей сейчас мы с вами будем распаковывать посмотрим что там я его спросила как установить приложение чтобы он по-русски болтал он говорит посмотрите в ю тубе там все есть ребят забыла вам сказать я в свитере который купила в мегах and помните этот свитер я примеряла дырочки на рукавах он мне понравился здесь есть шерстяная нитка свитер очень теплый вот сейчас я его надену наверное пару раз и уберу до зимы потому что это не свитер это шуба очень очень теплый вот в морозы будет самое оно разрезала теперь можно открывать вот написано pull out извлечь ребят никак вытряхнуть не могу его фух семь потов сойдет или придется кого-нибудь звать на помощь наконец-то базу извлекла начала есть вот так база выглядит это мои книжные полки еще не использованные ребят книжную полку еще надо к стене присверлить вот вроде бы завтра мне обещали прийти это сделать и потом уже буду заполнять ее книгами так достала зарядное устройство после базы теперь постараюсь вытащить сам пылесос ребят посмотреть какой он огроменный и даже не думал что он такой большой тяжелый не дай бог с ним встретиться споткнуться об него во время работы мне кажется он меня зашибет смотрите вот такой он снизу с обратной стороны колесики у него такие прям протекторы на колесах конкретные мощные на дне лежат щеточки и вот я так поняла это его тряпочки выглядит один в один как на фотографии на сайте dns написано xiaomi робот вакуум е10 по бокам какие-то пластиковые штучки легкие то ли их надо выправлять то ли нет я вообще не поняла что это такое вот ребят лежала на дне щетка понимаю ее вот сюда нужно надевать все таки сейчас придется почитать инструкцию если есть на русском сейчас посмотрим и посмотреть в ю тубе как им пользоваться вот посмотрите щетка с тряпочкой выглядит вот так с одной стороны и вот так она выглядит с другой стороны мне еще знаете очень понравилось что все пакеты были заклеены но очень легко открывались теперь я думаю его нужно поставить на зарядку это боковые фиксаторы чтоб не ударился он установила щетку очень легко до щелчка щелк и все сейчас понесла поставлю его на базу заряжаться поставила на базу посмотрите он замигал сначала а потом так громко заговорил женским голосом то ли на инглише то ли на китайском я подпрыгнула со страху связь с телефоном с приложением никак не могу пока еще наладить пока метит территорию друзья повадилась все запекать картошку морковку морковь кстати запеченная очень вкусная она напоминает тыкву у меня остался говяжий фарш я его смешала с рисом положила туда на тертый на терке лук адыгейскую соль еще немножко специй других и все сейчас все это убираю в духовку кстати говоря предварительно овощи сбрызнула подсолнечным маслом друзья у нас с вами наступил следующий день зашла в аптеку апреля около своего дома и знаете была приятно удивлена даже можно сказать поражена впервые человек там работающий пожелал мне здоровья сам первый поздоровался и девушка прям такая вежливая приятная с чувством эмпатии я прям обалдела думаю да неужели потому что в предыдущий раз мы с людой заходили с сестренкой и спросили там препарат она говорит ну вот косарелта спрашивали так ребят я пошла не в ту сторону я иду к маме но мне нужно идти сегодня открытие детской площадки на улице маяковского мы договорились туда идти мама придет с гордеем с младшим племянником ну короче говоря мы с людой зашли спросили xarel то она нам сказала полную стоимость я говорю а по карточке то сколько будет смотря какая у вас карточка но карточка 1 вот звонишь в справочную говорят цену или по карточке или без карточки какая карточка там что градации что ли и золотая бриллиантовая сегодня чудесная девушка работает я очень рада что она у нас появилась приятно будет заходить в аптеку нам только смену ее узнать и так ребят пылесос я купила худо-бедно с ним разобралась благодаря своей подруге свете спасибо ей за это потому что у нее уже есть такой пылесос робот она им пользуется единственное что я не смогла его привязать к телефону скачала приложение там значит написано сканируйте qr-код qr-код отсканировала поднесите ближе к устройству телефон вот все сделала но ни в какую не могу соединить робот-пылесос с телефоном не получается и все но для того чтобы управлять с телефона но вручную нажала вот вручную он у меня все про пылесосил ночью он у меня разрядился хорошо что я в это время проснулась не спала было без пяти два и он у меня женским голосом на английском языке бла-бла-бла заговорил думаю если б я спала я конечно испугалась она сказала о том что он полностью разряжен надеюсь что кто-то мне поможет присоединить телефон к пылесосу или пылесос к телефону или сама как-нибудь разберусь не знаю в общем посмотрим время покажет вчера я включала только пылесос а сегодня хочу попробовать и его моющими свойствами воспользоваться он одновременно может и пылесосить и мыть щетка с одной стороны света говорит я же тебе сказала покупай с двумя щетками ну ребят квартира маленькая у меня я думаю мне пойдет и с одной щеткой думаю раз иду в сторону рынка точнее мимо рынка то зайду куплю болгарского перца прям знаете так полюбила запеченный болгарский перец в духовке в своей электрической сейчас запекаю все подряд ну во первых это не вредно даже можно сказать полезно ну кроме печеных пирогов конечно кроме печеного теста а так овощи запеченные очень даже можно считать полезными сварила свеклу опять в общем стараюсь стараюсь ребят придерживаться диеты стараюсь ничего как говорится скоромного не есть то что нельзя там жареная жирная копченая соленая острая маринованная консервированная вот это ничего нельзя сейчас посмотрим есть перец или нет на улице ну смотрю вроде бы должен быть он впереди что-то там краснеет так стоит народ уж не очень холодно еще да вот перец вижу тут еще и арбузы и яблоки и сливы и хурма все на улице все фрукты а вот перец надо спросить почем и вот перец но здесь вот как будто более мясистый что ли или так кажется только мне сейчас спросим узнаем ребят иду дар речи потеряла вот сняла специально эту хамку цветной куртки что посмотрели стоит на арбузах это какой-то ужас и пошла ты и рукой махнула мне и чё только не не сказала и не показала это потому что я спросила почем перец у нее так что ребят получила дозу адреналина с утра с позаранку но уже конечно не с утра с позаранку 12 час и иду теперь на детский праздник солнышко очень обманчивый ветер холодный ледяной опять иду себя ругаю зачем я кепку надела смотрите лужу во льду надо теплее одеваться и об щас даже от зимней шапки не отказалась вот опять я в таком виде ребят кепка и сверху капюшон ветер прямо ледяной сзади задувает руки мерзнут лапы ломит и хвост отваливается вчера мне звонили из ламоды сказали что дарят скидку 15 процентов я ламоды и 100 лет не пользовалась потому что доставки сейчас на дом нет нужно ехать в зеленодольск это соседний город находится в 10 километрах от нас от волжска это уже республика татарстан туда нужно ехать примерять смотреть и потом только покупать домой они не приводят поэтому я сейчас ламоды не пользуюсь так вот у них видимо упали продажа связи там с тем что сейчас популярность пользуется wildberries озон и вот они предлагают 15 процентную скидку плюс к программе лояльности обычно либо программа лояльности либо скидка здесь все вместе только покупайте что-то у них я поблагодарила честно говоря покупать ничего не собираюсь потому что ну либо по почте заказывать потом отправлять мучиться либо ехать зеленодольск мне ни то ни другое не подходит друзья давно хочу обратиться к вам точнее я к вам уже обращалась с этой просьбой но вдруг появились вот новые подписчики вдруг кто-то поможет мне у меня заканчивается препарат который продается в казахстане польский препарат сюда его не поставляют с 22 года и очень хочу вас попросить если у вас кто-то поедет в казахстан пожалуйста напишите мне естественно сразу же скинуть деньги человека поблагодарю только что привезли препарат называется боль карталон в связи с военными действиями его перестали нам поставлять больше перекрыла этим санкциям не перестаю удивляться я за мир во всем мире вы соображаете что вы лишаете людей не способных без этого препарата двигаться или дышать от асматики вот так же принимают вы их лишаете первостепенных жизненных свойств человека ну как так поэтому друзья обращаюсь к вам если у вас кто-то поедет казахстан или может быть вы сами поедете конечно желательно чтобы вы жили в волжске или где-то здесь мариэл но если даже вы живете далеко пришлете по почте я все оплачу только пожалуйста вот чтобы кто-то привез друзья я без него в жизни не представляю без этого препарата мне он очень очень нужен хочу вам сказать что заодно чтоб пока про препараты зашла речь перед тем как делать колоноскопии под наркозом не сказали анестезиологи сделать анализа сдать я сдала анализы оказалось что мне гемоглобин 151 у меня с роду такого гемоглобина не было это для женщины очень высокий для мужчины даже высокий 151 по нынешним временам а для женщины даже слов нет и подавно у меня до этого был 124 поэтому ребят это все следствие того что я пару месяцев пропустила эксорелта я пила маленькую дозу или не пила совсем и вот такие дела поэтому и давление держится вот сейчас мама пошла купил эксорелты выкупила в своей аптеке у нее было был подешевле там 2 670 по моему такая цена была я к чему это говорю к тому что в аптеке апрель новшество это новшество уже год действует мне сказали в справочной но никто этого не объясняет раньше можно было позвонить заказать препарат по телефону я так делала мам допустим приходит своей карточкой выкупает со скидкой сейчас такого нет кто звонит кто заказывает у этого человека на этот телефон на этот номер должна быть привязана карта лояльности карта скидки аптеке апрель тогда только скидка сработает вот имейте в виду если будете что-то заказывать через справочную аптеке апрель то чтобы ваш номер был привязан к вашей карте вот мне люда заказала только так у нас получилось со скидкой а я сама звонила заказывала никаких скидок 3 150 а так 2 670 вот такие правила иду смотрю очерченный человечек нарисован наверное это имеется ввиду тротуар и люди идут с этой стороны с левой думаю наверное подобие тротуара отделять не стали по ребрикам а вот это детская площадка вон шарики клоуна вижу анимация здесь они пригласили и вон вижу маму с гордеем анимация анимация гордей просто стоит на детей смотрят бабуля его шевелит чтоб не замерз друзья я замерзла взяла у мамы ключ пошла к ней домой они еще с гордеем будут развлекаться ребятишки довольны и там аниматоры игры проводят с ними в общем праздник удался улица маяковского вот дом я не помню по моему 8 вот такой прошел праздник молодцы организаторы здорово и весело задорно несмотря на погоду иду к маме потом нам придут с гордеем будем играть с гордеем весь оставшийся день ребят я вас обнимаю желаю вам всего самого самого доброго будьте здоровы скоро увидимся пока пока